Всем еще раз доброе утро. Хорошего дня, да, будем начинать. Мы, к сожалению, были вынуждены по техническим причинам перенести наш вебинар с пятницы на понедельник, поэтому я понимаю, что сегодня начало рабочей недели, и все мы очень заняты, поэтому я постараюсь максимально кратко, емко предоставить всю необходимую информацию. Поэтому поехали. Для тех, кто с нами впервые, я напомню, что зовут меня Сиднива Дарья, я директор по маркетингу и контрактингу компании Resort Life Travel. Мы являемся принимающей компанией на Мальдивах, мы работаем исключительно по направлению Мальдивские острова, занимаемся этим замечательным делом с 2006 года, и в офисе в Киеве у нас большой штат сотрудников, который у нас уже работает, наверное, лет шесть, да, в октябре будет шесть лет. Я думаю, что многие с нами знакомы не только по наслышке, да, не только по различным вебинарам, которые мы, в принципе, активно довольно-таки проводим последние как раз-таки шесть лет. Я думаю, что многие нас знают и по прошедшему высокому сезону, да, потому что зимой было огромное количество полетной программы, в частности, из Украины, да. Также вы знаете, что мы работаем с различными туроператорами, мы работаем с различными отельными базами, да, это отели от наиболее бюджетных до наиболее премиальных, и в этом году нам действительно есть чем нас с вами порадовать, да, и наших туристов дорогих, любимых, которые успели, может, уже побывать в многих замечательных курортах и хотят чего-нибудь нового, да, этот сезон будет горячим на новинке. Но если вы активно следите за нашими соцсетями или получаете какую-то информационную рассылку, то я думаю, что, в принципе, вы уже понимаете, о чем речь. По услугам нашей компании я напомню, что для наших партнеров мы доступны и открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да, без выходных и праздников. В этом, в принципе, очень удобно, что у нас есть офисы, которые функционируют в разных странах и городах, потому что вне зависимости от того, есть ли разница с мальдивским офисом, с центральным офисом, зимой это 3 часа, летом это 2 часа, да, у нас все равно все всегда на связи, всегда максимальная реакция на запросы, да. Единственное, что да, когда бывает высокий сезон, и отели загружены, и наше дело бронирования, но тем не менее мы всегда стараемся как можно быстрее среагировать, предложить варианты, альтернатив, если тот или иной номер, да, или вилла недоступны. Тем не менее наши с вами гости всегда поддерживаются во время нахождения на Мальдивах, потому что у нас есть горячая линия, на которой у нас отвечает Жанна. Жанна – это наш представитель в аэропорту, она у нас и русскоговорящая, и украиномовна. Также Жанна именно встречает наших с вами гостей в форме TUI, с табличкой TUI и Resort Life. Поэтому, когда наши с вами гости прилетают на Мальдивы, забирают свой багаж, до этого получают свои штампики, паспорта с черепашками, выходят из раздвижных дверей, и первые, кого они видят, конечно же, это представители отелей и представители Resort Life. Поэтому аэропорт у нас маленький, довольно комфортабельный, и даже если гости у нас не владеют английским, да, либо владеют им в совсем небольшой степени, для них не составит труда сориентироваться и упасть в руки нужным людям, да, то есть компании Resort Life Travel. Но, тем не менее, если у нас гости целенаправленно вышли и ушли в какую-то другую сторону, поверьте, аэропорт настолько комфортный, что мы все равно найдем наших с вами гостей. Потеряться у нас невозможно. Даже в самый высокий сезон, когда загрузка в аэропорту максимальная. Я напоминаю, что у нас есть стойка в аэропорту, номер ее 27, да, это большие зеленые буквы Resort Life Travel. В частности, сейчас вы видите на слайде нашу замечательную команду. Жанна – это наиболее высокая девушка, да, Джеффри, которая встречает наших с вами туристов, да, и наша замечательная команда мальдивцев. Ребята всегда есть под абсолютно все рейсы, даже если ваши гости прилетают, не знаю, какими-то различными вариантами, да, потому что мы с вами знаем, что из Украины это опции и Fly Dubai, и катарские авиалинии, и Turkish Airlines. Даже если гости летят с какой-то другой точки земли с украинскими паспортами, мы все равно под этот рейс, конечно же, обязательно встречаем наших гостей. Это не проблема, и мы всегда рады нашим гостям. Напомню важные нюансы, важные детали. Знаю, что лето, знаю, что, возможно, сейчас большим спросом среди наших с вами агентов, да, пользуются другие направления, да, в частности, Европа открыта, да, Арабские Эмираты, Египет. Тем не менее, я напомню, что на Мальдивах все стабильно. Когда мы прилетаем на Мальдивы, нам до сих пор не требуется виза, 30-дневная виза по прилету, то есть штампики, паспорт ставятся абсолютно бесплатно. У нас нет обязательного карантина по прилету, у нас нет необходимости ставить какое-либо приложение, да, потому что до сих пор мы, бывает, получаем такие запросы и в директ наших социальных сетях, и от наших любимых агентов, от операторов, поэтому я еще раз обращаю ваше внимание, что есть приложение на Мальдивах, которое необходимо ставить, но оно для местных, оно для мальдивцев, которые возвращаются из-за границы, да, у них, соответственно, есть своя локальная местная сим-карточка, да, вот как у нас Киевстар или, не знаю, Лайфсейл или какие-то другие операторы, либо же это для экспатов, да, то есть для тех иностранцев, которые работают на Мальдивах, сотрудники разных компаний, да, отелей и так далее. То есть если вы турист, вы прилетаете на Мальдивы, все, что вам нужно, это иметь активный загранпаспорт и обязательно ПЦР-тест, сроком сделанным не ранее, чем за 96 часов до перелета на Мальдивы, да, то есть, к примеру, мы вылетаем сегодня, 1-го числа, вот, мы должны сделать ПЦР не раньше, чем за 96 часов до того, как мы вылетаем из Киева, Харькова, Одессы, да, неважно откуда. Если у нас есть гости на текущий момент, у которых есть вакцинация, да, к примеру, есть уже готовые паспорта с специальным уведомлением о том, что у гостя есть две дозы вакцины, вне зависимости от того, чем именно был привит гость, обращаем ваше внимание, что на текущий момент на Мальдивах, тем не менее, все равно только по ПЦР-тесту, да, нет никаких дополнительных привилегий для вакцинированных гостей на текущий момент. Если эта информация будет меняться, обновляться, разумеется, ваш любимый оператор Туя в первую очередь опубликует эту информацию у себя на сайте, да, будет проведена рассылка и, разумеется, наши соцсети тоже будут об этом проинформированы. Я напоминаю, что если у нас речь идет про малышей, да, про инфанта, да, то есть не до двух лет, а именно до одного года, то такие детки маленькие освобождаются Мальдивами от ПЦР-теста. Но если нам уже год и месяц, год и пять дней, да, два года, обязательно ПЦР необходим. Касательно медицинской декларации, обращаю ваше внимание, да, что тоже ничего не меняется, за 24 часа до прилета на Мальдивы необходимо заполнить декларацию. Да, как правило, по прилету ее чаще всего не спрашивают, чем спрашивают, но это не значит, что ее можно не заполнять, да, потому что, опять же, проверка идет выборочно, и тем не менее информация уходит онлайн, и когда ваш паспорт сканируют на паспортном контроле, эту информацию также видят, потому что вы сюда загружаете свое фото, все свои паспортные данные, да, то есть это не только Health Declaration форма, но и ранее, как мы заполняли в бумажном варианте миграционную карточку, да, соответственно, сюда же мы подгружаем свой ПЦР-тест. Мальдивы, как правило, не требуют иметь ПЦР-тест в бумажном распечатанном виде с мокрыми печатями, но, тем не менее, когда вы вылетаете из Борисполя или из других украинских аэропортов для того, чтобы попасть на рейс, у нас на регистрациях обязательно будут проверять бумажный распечатанный вариант, поэтому, конечно же, лучше лишний раз съездить в лабораторию, забрать оригинал с мокрой печатью на английском языке, чтобы не было никаких дополнительных вопросов, потому что и на Мальдивах тоже выборочно могут его попросить посмотреть. Маленький лайфхак, мы уже много раз об этом говорили, но давайте я еще раз проговорю, потому что никогда не бывает лишним. Когда мы заполняем декларацию, у нас случались такие моменты, что декларация не проходит. Какие моменты могут быть? Это если, к примеру, фото до более чем 2 мегабайта, то есть тяжелая фотография, то есть в высоком разрешении, либо, к примеру, если это некорректно указанный номер вашего мобильного телефона. То есть мы привыкли писать плюс 3, 8, в этом случае нам нужно плюс заменить на 1 или на 2 нолика. В таком случае у нас форма пройдет, и если у нас фотография немного весит, то тоже не будет никаких препятствий. Нет необходимости идти в какой-то специальный фотоцентр, делать фотографии, либо загружать в своем высоком разрешении портретные фото, достаточно будет сделать актуальные селфи, где будет видно и вы, и, соответственно, загрузить. Я обращаю ваше внимание, что мы подготовили такую небольшую, но очень, надеюсь, полезную для вас шпаргалку. Последнее время мы очень активно ее популяризируем, потому что мы понимаем, что Мальдивы – это направление, которое в прошлом сезоне стало очень актуально для многих, и для тех агентов в частности, кто не продавал Мальдивы до сегодняшнего дня, или, к примеру, до прошлой зимы. Поэтому для того, чтобы, когда к вам приходят в офис туристы, вы могли сориентироваться быстро, моментально, кому в тихое и спокойное место, кому с прекрасным домашним рифом, куда отправить семью, которая едет с детьми, и где родители тоже хотят отдохнуть, и хотят какого-то развлечения для деток. Краткая подборка тех отелей, которые можно смело рекомендовать в тех или иных ценовых сегментах и в интертейменте. Adults only подразумевает, что эти отели принимают либо только взрослых, либо детей с определенного возраста. То есть здесь бывают ограничения как от 12, от 15, от 16, от 18 лет. В частности, это один из отелей сети Анантара, Анантара Вейли, который входит в кластер Анантара Вейли, Дигу, Неладу, который у нас расположен довольно-таки близко к аэропорту прилета. Сюда мы едем на скоростной лодке. Баррес Молдивс, это отели сети Сентара, Сентара Расфуши, отели уровня 4 звезд. Это Синамон Хакурахура, Платинум Айланд, то есть сюда мы летим на гидросамолете. И этот небольшой остров, на котором расположено всего 20 вилл, расположен у нас, соединен с мостиком, с основным островом. Но именно на Платинум Айланд проживают исключительно взрослые. Сети отелей CCR, Crown & Champa Resorts, это Хуровали Айланд, который у нас расположен в Лобиане, с прекрасными рыбками, с прекрасным сервисом, питанием, услугами, пляжем, которые принимают у нас детей только от 15-16 лет. Каги Молдив Спа Айланд, отель-новинка. Отель был открыт буквально в ноябре прошлого года, после пандемии. Это отель, который можно смело рекомендовать для тех, кто предпочитает тихий, спокойный отдых. И несмотря на приставку Спа Айланд, то, что отель довольно-таки ретрит, здесь помимо здорового питания, с очень интересной, красивой подачей, в частности, мы проводили большое количество инспекций, можно посмотреть у нас в социальных сетях, к чему я также еще сегодня вернусь. Здесь есть и питание для тех, кто не придерживается абсолютно полностью правильного питания, либо предпочитает дать себе какие-то послабления на время отдыха. Это отель-сети, в частности, Universal Resorts, Кандола Молдивс, такой маленький камерный отель, где порядка 30 номеров. Это также отель из сети СССР Каманду Айланд, который можно также рекомендовать тем, кто у нас путешествует взрослыми парами. Курэду Айланд – это огромный отель, который, в частности, работает на все включено, и у него есть часть острова, которая называется Сангу Айланд, часть, где у нас обитают только взрослые. И, разумеется, один из таких самых любимых, востребованных среди Далсонли – это You and Me by Cocoon Moldives в Раатоле. Семейные курорты, да, опять же, нужно понимать, что все отели, которые здесь изображены, это не только те отели, которым можно предлагать, их, разумеется, больше, гораздо больше, но это те отели, на которых мы предлагаем вам сделать акцент именно сейчас, летом, в грядущем сезоне, сентябрь-октябрь, потому что, в частности, у них есть хорошие спецпредложения, хорошие бонусы, и это те отели, которые не получают никаких, не знаю, нареканий, и гости всегда здесь остаются очень довольны. Разумеется, это на юге Молдив, Аяда Молдивс, где каждый понедельник проходит карнавал, а это интересно не только для взрослых, но и для детей. Это Бальони Резортс Молдивс, отель такой более высокого уровня, с потрясающим питанием. Несмотря на то, что в этом отеле All Inclusive вы не найдете, но порции на завтраки, обеды, ужины по меню довольно-таки большие, емкие, очень красочные и впечатляющие. Это отели сети Синамон, Синамон Данвейли, когда мы здесь проживаем, здесь практически 99,9% попадания на дельфина, потому что вечерние круизы, которые здесь проводятся, здесь всегда очень много дельфинов. Это Кокон Молдивс, который у нас работает на все включено. Это эксклюзивный отель Дигуфару Айланд, о котором я сегодня как раз-таки остановлюсь и расскажу чуть более подробнее, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Это Эмералд Молдивс, отель, который у нас находится буквально в 20-25 минутах езды от Дигуфару. В частности, если гости хотят провести интересный опыт, побывать на нескольких курортах, то, в частности, можно комбинировать. Это отель Hard Rock Maldives, который сейчас для детей предлагает целый детский лагерь на лето. Я тоже о нем более подробнее расскажу. Это, разумеется, отели High The Way на севере Мальдив и Lily Beach Resort & Spa, у которого сейчас, в частности, есть и детское предложение, и специальные опции для тех, кто отдыхает летом, потому что здесь 40% скидка на размещение в любой из категории вилл, о чем я тоже отдельно сделаю акцент. Это не Яма Private Maldives, отель, который состоит из двух островов, Play и Chill. То есть, если мы хотим чуть более спокойный остров, мы отдыхаем на острове Chill, но если мы отдыхаем с детками, мы можем разместиться на острове Play, где у нас и SurfPoint, и много интересностей, и, разумеется, один из самых больших детских клубов с детской игровой площадкой и многие другие. Разумеется, презентация будет у вас в свободном доступе, вы сможете обратиться в ваш любимый туроператор TUI, скачать, загрузить себе в пользование эти шпаргалки. Также в самое ближайшее время публикуем их в наших социальных сетях для того, чтобы каждый из вас мог поиспользоваться в любой удобный момент, не потерять из виду, сохранить себя в закладке. Курорты, которые работают исключительно на All-Inclusive, это отели сети Adoran Resorts, которые буквально года полтора-два как перешли на полную концепцию Premium All-Inclusive. Я думаю, что многие из вас, кто уже успел побывать в различных инфатурах или, к примеру, отдохнуть или отправить своих гостей, уже успели в этом убедиться. Это курорты, с которыми мы работаем с апреля месяца. Это отели сети Nakai Resorts, это Alimata Aquatic, это Maya Fushi Touristic Resort и это Digiri Touristic Resort. Это отели сети Sentara, Sentara Grand, Sentara Rass Fushi, как он молодец, о котором я уже сегодня упоминала, Constance Mufushi. Если мы возвращаемся в Universal Resorts, то это потрясающая All-Inclusive Dine Around, то есть с возможностью завтракать и бедать ужин на различных локациях острова, это Diggally Maldives, это курорты сети Diamonds, Diamonds от Uruga, Diamonds to the Fushi, Emerald Maldives, отели для более привилегированные гостей, для гостей, которые уже много где бывали и которым есть чем сравнить. Это Harriton Sara, отели, о которых я уже сегодня и выше упоминала, это Hideway и Lily Beach. И Lily Beach, в частности, это курорт, первый пятизвездочный курорт на Мальдивах, который представил концепцию Platinum All-Inclusive и который до сих пор держит эту марку с одним из лучших питаний на Мальдивах. Это также курорты на севере, самый северный, в принципе, курорт, Джеймана Фару. Это Куда думал, Дис Private Islands, концепция уникальной Anything, Anywhere, Anytime, то есть все включено, включено, все вплоть до спа, различных йога-тритментов и многое-многое другое. Это отели сети Rio Atol, Rio Atol, Rio Palace Maldivas, два курорта, которые соединены между собой, ветка из водных вилл, которая принадлежит к пятизвездочному отелю. Это отели Robinson, Robinson Maldives, Robinson Club Nuno и, разумеется, довольно востребованные среди наших с вами гостей. Это и San Siam Irufushi, Iru Valley и San Siam All Valley. Помимо отелей, которые работают исключительно на концепции «Все включено», есть, разумеется, на Мальдивах отели, в которых представлены Bibi, завтраки, полупансионы и полные пансионы, но у которых, помимо прочего, есть еще и пакеты all-inclusive. То есть это список такой гораздо более широкий, потому что это отели абсолютно разного уровня, это и наиболее бюджетный фихолохи, куда у нас гости едут за шикарным пляжем, за потрясающим домашним коралловым рифом, но у кого ценник довольно-таки ограничен. Здесь также есть пакеты all-inclusive, это отели CCR, это Hura Valley Moldies, это Kuredo Island Resort and Spa, также это отели более высокого уровня, Seaside Finolo, которым мы буквально недавно делали обзор в наших социальных сетях. Это отель The Standard Hura Valley в Raatoli, который тоже можно смело рекомендовать в альтернативу, к примеру, отелю Kandima Moldies, где также есть пакет all-inclusive. Это отели LTI Maafu Shavaru, которые вы можете также наблюдать у нас более северный от аэропорта прилета. Это отели в Viva, Raatoli, Riti Beach и Riti Faru. На самом юге у нас за экватором South Palm Moldies Resort, в котором у нас, в частности, недавно побывала группа от оператора TUI, осталась в большом восторге. Это The Residence Moldies от Дегура и, разумеется, наша с вами любимая Villa Hotels. Абсолютно все резорты также предоставляют пакет питания all-inclusive. Отели для наиболее взыскательных гостей, для гостей, которые ежегодно, ежечасно выбирают Мальдивы как направление для VIP отдыха. Это те гости, которым можно смело рекомендовать такие отели, как Анантара Кихова, который принимает к себе сейчас гостей только исключительно после международного перелета. Это отели Bальони, Barres, Conrad Moldives, Chevrolet Blanc, Harritons Ara, Hideaway, Huwafenfush, оба отеля Fusisens на Мальдивах. Это курорт Joali в Raatoli. Это новинка сезона JW Marriott. Это Kagi Kudadu. Это отель, который был открыт буквально в начале прошлого месяца, 6 июня, Kuda Villenghili. Смело рекомендуйте, обращаем ваше внимание, у нас уже также загружена целая онлайн-инспекция по курорту с просторными номерами, с потрясающей подачей, с хорошими итальянскими шеф-поварами и, что самое немаловажное, всего в 25 минутах езды от аэропорта прилета. Это Laks North Mali Atoll, LTI Maafu Shavaru, Raffles Maldis, более южные, опять же, ближайшие соседи тут у нас будут Aiada, Amari, Pullman, Mercury, это Seaside Phenol, это Six Senses, Sanewa Fushi или Sanewa Jani, Vacaru Maldis, Vela Private и, конечно же, Walder Pastore. Лучшие домашние коралловые рифы это те отели, которым можно смело рекомендовать, когда к вам приходят гости, говорят, вот мы никогда не были на Мальдивах, вот у нас есть бюджет, мы хотим на Мальдивы, ну вот куда именно, у нас каких-то вот четких представлений, пониманий нет. Даже если гости говорят, что они при этом особо не плавают, либо морская жизнь мне интересна, то все равно лучшим вариантом будет предложить им размещение в отеле с хорошим домашним коралловым рифом, потому что в таком случае мы однозначно не прогадаем. Либо же, к примеру, если у нас есть гости, которые любят дайвинг, им смело можно рекомендовать курорты в Ба или в Ари Атоли, потому что здесь, как правило, есть отели с большим количеством хороших, близлежащих дайв-спотов. Если мы едем в Алай, Дубай, Синамон, нужно понимать, что здесь акцент будет именно на потрясающий коралловый риф. По различным статистикам, именно риф в этом отеле входит в десятку лучших коралловых рифов мира в сравнении с рифами и Египта, и большого кораллового рифа в Австралии. Это Дегуфаро Айланд, это наш экклюзив, опять же, напомню, здесь у нас большое количество домашних коралловых ферм, то есть, это говорит о том, что здесь высаживаются дополнительно кораллы для того, чтобы пополнять инфраструктуру, необходимую для океана. Это Сан-Си-Ям-Виллу Риф, это как Лили-Бич Резорт и Спа, это Хайдавей, опять же, в Лили-Бич очень живой, насыщенный и яркий домашний коралловый риф, это Куда Фуши, это Дуся Тани, опять же, от которого буквально 10-5-10 минут на лодке и вы попадаете в уникальный заповедник Ханифару Бэй, который, в частности, сейчас, вот с мая по ноябрь, активно с мантами с вами гостей. Разумеется, это Хуровали Молдис, Кудаду, опять же, два курорта, которые находятся рядышком друг к другу, и Тадж Коралл Риф. Я еще раз напоминаю, что с апреля месяца мы работаем с эксклюзивным партнером нашей компании Танакай Резортс, отели, которые работают не первый год на рынке Мальдивских островов, но не сильно известные среди наших с вами гостей по той причине, потому что ранее, до пандемии, они пользовались огромным спросом и являлись эксклюзивным правом продаж для итальянского рынка. Поэтому сейчас произошли определенные изменения, и вот с декабря Дегири открыт, рядом с Дегири находится курорт, в частности, Дегири вы сейчас видите на слайде, то есть такой небольшой, но с хорошим рифом, это у нас Алимата, который находится рядом с Дегири и будет по размерам гораздо больше, и Майофуши, который на текущий момент пока еще закрыт для гостей, но мы ожидаем его в самое ближайшее время. Возвращаясь к основной теме нашего с вами сегодня вебинара, я уже вижу по таймингу, что немножко заняло у нас времени для того, чтобы повторить и пройтись по важным аспектам, я обращу внимание, что по Дегуфару я тоже расскажу в основном важные нюансы и детали, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Дегуфару Island это резорт, конечно же, который в сезоне пользуется огромным спросом и популярностью, в чем его фишки и привилеги. Во-первых, курорт уже функционирует несколько лет, но до пандемии он был закрыт на большую серьезную реновацию. Я думаю, что многие из вас уже продавали, с ним сталкивались, возможно, кто-то из вас бывал в наших инфотурах и успел его уже лично посмотреть. В курорте есть масса таких преимуществ, по которым ты понимаешь, почему этот отель один из самых любимых на рынке в своем ценовом сегменте. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что после реновации курорт был открыт, и здесь появились две ветки водных вилл, потому что до реновации водных вилл в отеле не было. Здесь есть две водки водных вилл, это одна полностью с оборудованными бассейнами, вторая водная ветка без бассейнов. Здесь также появилось у нас две двухкомнатные фэмили-виллы, они расположены у нас на пляже Боку, а здесь у нас появился сангу-сьют, это единственная такой топовая категория номера, можно сказать, что это президентский сьют, где у нас будет и небольшой тренажерный зал, и небольшая кухня, где можно что-то подогреть, приготовить и вчетвером посидеть, с хорошей домашней террасой, в частности у нас расположен между двумя ветками водных вилл. Вы знаете, что 20 пляжных вилл на части вэли, вэли это самый широкий, шикарный, белоснежный пляж в этом отеле, и вот 10 из этих вилл теперь дополнительно оснащены бассейнами, то есть еще больше интересных опций для наших с вами семейных гостей или те, кто отдыхает вдвоем. Здесь также расширилась теперь зона для отдыха возле бара, здесь у нас появился полноценный бассейн, полноценный бар, здесь очень интересно не только утром, днем, но и вечернее время именно отсюда можно наблюдать за красивыми закатами, в частности виллы, которые у нас водные с бассейнами, они тоже будут смотреть в сторону заката. Абсолютно новый тренажерный зал в отеле появился, и разумеется, так как мы живем уже в новых реалиях, здесь есть своя клиника, где если гостям необходимо сделать ПЦР-тест, это будет сделано, или если у гостей возникают какие-то вопросы по вернемся немножечко на карту, для того, чтобы было более предметно. Хочу тоже объяснить, что у нас вели-пляж, это те как раз виллы, которые мы видим внизу, и хочу обратить ваше внимание, что если на фотографии косу мы видим в верхней точке справа, то на текущий момент коса у нас находится между вели-виллами и между виллами с бассейнами на воде. То есть у нас песок в течение года постоянно мигрирует, не только в этом отеле, но и по всем отелям на Мальдивах. Поэтому здесь очень красивая коса, здесь красивые фотографии, виды и в принципе все. Если мы говорим о виде на закат, то это в частности будут наши пул-вотер-виллы, вот эта часть, где у нас туди-пул-бар, то есть с левой стороны острова. Если мы приезжаем в отель на Arrival Jet, вот видите, у нас есть точка с правой стороны Arrival Jet, здесь же у нас рядышком будет ресепшн, ресепшн здесь очень небольшой, поэтому здесь, как правило, проводят чек-аут, для того, чтобы места было больше. Здесь также между главным рестораном, где завтраки, обеды и ужины, отстроили такой более просторный Рабуди-бар, именно здесь проходит у нас чекин в отель, где мы знакомимся с персоналом, откуда нам вдаются ключики, дают нам все расписание и провожают нас в отель. Сам остров довольно небольшой, то есть обойти его не занимает много времени, но тем не менее, когда мы ходим внутри острова, здесь очень много зелени и соответственно нет палящего солнца, потому что когда мы идем по острову, у нас все идет в тени деревьев, такой как туннель из зелени, что очень удобно, и когда особенно с детками отдыхаем, мы когда отдыхаем и не очень любим, когда сильно палит солнце. Когда мы отдыхаем в отеле, у нас есть разные опции по питанию, разумеется, как я уже ранее говорила, это и все включено, это и полный пансион, другие виды вариантов размещений. Если мы в отеле на все включено или на полупансионе, то, разумеется, у нас завтраки, обеды и ужины полностью входят в главном ресторане, если мы хотим попробовать какие-то дополнительные морепродукты, либо что-нибудь более изысканное, то мы можем забронировать столик в Атирии, спешалити ресторане, это единственный аликарт на острове, который здесь есть, и можно строить какие-то дополнительные опции. Разумеется, есть еще и меню в Tudia Pool Bar, где в течение дня можно заказать какие-то снэки, закуски, ну и, помимо прочего, напитки. Если мы говорим о «все включено», то, когда мы открываем меню в отеле, у нас в меню напитки, которое у нас будет на «все включено», будут отмечены специальными отметками, да, «all», то есть мы будем понимать, что именно входит наш «all inclusive». Если мы говорим о ценовой политике отеля, даже те напитки или какие-то снэки, которые не входят в программу размещения, не входят в вашу концепцию, они являются такими довольно доступными по стоимости среди всех курортных на Мальдивах. Опять же, я напомню, что отсюда мы можем ездить на Ханифару Бэй, особенно если мы отдыхаем в сезон до ноября месяца, с мая по ноябрь, то здесь также можно обратиться в дайвинг-центр, и если в этот день, когда вы отдыхаете сегодня, завтра, послезавтра Мант видели в Ханифару Бэй, то, разумеется, наши с вами гости могут туда отправиться. Стоимость экскурсии, надо заметить, что из этого отеля довольно-таки приемлема, оно стоит порядка 120 долларов. Если мы отдыхаем в отеле, у нас также есть возможность пользоваться спа-услугами, спа в отеле также по очень лояльным доступным ценам в сравнении с другими курортами, это стоимость 80-90-100 долларов за полный массажей с очень хорошими специалистами. Также в отеле есть детский клуб, который у нас расположен в частности совсем рядышком сангус-юд с президентской виллой. И не забываем о том, что у нас есть виллы, которые будут по квадратуре чуть-чуть больше, чем пляжные, это сами ватервиллос, они у нас расположены между двумя ветками водных вилл. Но если мы, к примеру, хотим разместить семью, нужно заметить, что ветки водных вилл размещают максимум двух взрослых. И при желании даже разместить еще одного ребенка, эту дополнительную кровать там будет негде поставить. Поэтому если мы едем большой семьей, это хотя бы 2 плюс 1 или 2 плюс 2, мы предлагаем размещение это вэллипул бичвиллы либо вэллибичвилла. Либо же, конечно, если мы хотим жить все вместе дружно и немножко не сковывать себя в пространстве, мы можем предложить размещение вэллипул бичвиллы либо Family Villas. Стоит обратить внимание по поводу Family Vill, что их всего 2 в отеле, и, соответственно, если мы смотрим какие-то высокие даты, что касается абсолютно всех отелей, потому что семейных вилл, как правило, это не половина номерного фонда любого из отелей, это, как правило, несколько наименований. Поэтому если это новогодние праздники, не знаю, Рождество, детские, каникулы в октябре либо еще какие-то другие варианты в марте, обращаю ваше внимание, что такие отели с семейными виллами стоит бронировать, рассматривать заблаговременно, потому что эти номера довольно быстро уходят. Если мы говорим про опцию, где у нас можно покупаться, посмотреть на Коралловый риф, то, в частности, это будет та часть, которая у нас идет от Rival Jet, вы видите, она голубенького цвета окрашена на карте, то это будет как раз-таки с Rival Jet немножко в сторону главного ресторана мы поплываем. Здесь у нас, кстати, обитает большое количество различных скатов, черепах и интересных коралловых рыбок. Как же мы добираемся в отель? Мы прошли с вами по карте, теперь давайте вспомним о том, что отель находится у нас в Баатоле, соответственно, сюда мы летим порядка 45 минут, 40-45 минут на гидросамолете, да, это от Мали до Дегуфару, плюс, опять же, когда гидросамолет прилетает, он приводняется у нас либо на платформу поближе к отелю, либо есть еще одна платформа более дальняя, если это не, если этот рейс принимает еще также, не знаю, гостей из Анатара Кихова, который находится также недалеко, либо же это внутренние перелеты, но после пандемии Дегуфару все больше предлагает варианты размещения с гидросамолетами, потому что рейсов на гидросамолетах сейчас гораздо больше, чем внутренними авиалиниями. Если у вас есть вопросы, как раз самое время их написать, задать, озвучить, я их еще раз проговорю, обращу ваше внимание еще раз по поводу виллы, сделаю маленькие акценты. Как таковом в этом отеле есть у нас три участка пляжей, это пляж Боку, это пляж Вейли и пляж Аану. Пляж Аану, здесь у нас расположены сами ватервиллы, это виллы, которые фактически виллы расположены над водой, точнее, фактически виллы расположены на суше, а ее терраса, где мы загораем, отдыхаем, купаемся, спускаемся в океан, расположена над водой, поэтому сами, то есть частичное размещение над водой. Если это виллы Боку, то здесь у нас находятся, напоминаю, две семейные виллы и виллы пляжные. Но самый шикарный пляж с самым широким пляжем с хорошей лагуны это пляж Вэлли, где у нас есть пляжные виллы с бассейнами и без бассейна. По конфигурации я скажу, что пляжи на части Боку и на части Вэлли, те, которые без бассейна, отличаться не будут. Вы видите схематически, что это внутренний дворик, внутренняя ванная, открытая ванная, это спальная часть зоны и, конечно же, терраса с местом для релакса, то есть специальными лежаками, диванами и навесами. В номерах есть все необходимое, это Wi-Fi, разумеется, это столик для работы, если, к примеру, вы надолго приезжаете и работаете, абсолютно все номера оснащены ваннами, что тоже очень удобно, и, как правило, на Мальдивах ванны есть в тех отелях, которые являются такими более высокого уровня. Как вы уже видите, единственное отличие существенной виллы на пляже на стороне Valley от Valley Pool и Valley Without Pool это наличие бассейна, разумеется, конфигурация в отеле будет идентична, и семейные номера, которые действительно были открыты только-только после к самому сезону фестива, потому что в ноябре они еще завершали внутренние работы, самые свежие, светлые номера, такие довольно просторные, с двумя спальнями, в каждой спальне есть выход к своей собственной ванной комнате, то есть если мы отдыхаем, например, взрослые и детки, то каждому будет очень удобно разместиться, потому что у каждого есть доступ к своей ванной комнате, то есть никто никого не беспокоит. сами ватервиллы по размещению скажу, что это, наверное, одни из таких наиболее просторных вилл, потому что здесь у нас еще есть дополнительный диван, здесь мы еще можем поставить какую-то дополнительную кровать, то есть полноценно разместить наших с вами гостей, если, например, отдыхает 2 плюс 1, 2 плюс 2. Водные виллы, напомню, здесь мы размещаемся только вдвоем, вот на слайде вы видите виллы, которые ниже, ближе к нам расположены это виллы с бассейнами, здесь, напомню, вид у нас на закат, тут же у нас в начале в основании ветки водных вилл Атири ресторан, это ресторан с а-ля-картом, тут же Птуди пулбар и тут же вот у нас идет коса, как она есть сейчас на самом деле, вот, поэтому шикарный вариант для размещения тех, кто у нас едет вдвоем отдохнуть, да, фу, на спа, как я уже говорила, находится на сердце острого, в зелени, это иболийские спа-терапии, это очень хорошие массажисты, очень часто здесь есть дополнительные опции, в частности, сейчас, когда наши с вами гости прилетают, им в подарок дарят 15 минут комплементарного спа, то есть за это время можно получить такой хороший, интересный массаж шейно-воротниковой зоны, ну и, соответственно, поверьте, в этом отеле гости не останутся равнодушными и обязательно попробуют еще какие-нибудь дополнительные опции, плюс, опять же, дополнительная опция в отеле сейчас для гостей это 30 минут комплементарной фотосессии, в рамках которой гости могут выбрать одну фотографию, которую им распечатают, которую они смогут забрать с собой совершенно бесплатно, ну а если гости захотят приобрести всю фотосессию, то есть им прекрасно понравится, как они получились на профессиональных снимках, они смогут получить это на каких-то очень лояльных специальных условиях. Баравери Квитц Клаб это детский клуб, который сейчас полностью открыт, потому что когда отель был открывался к сезону там ноябрь-декабрь, да, здесь частично еще не работал бассейн, на текущий момент здесь все есть, все открыто, все доступно для гостей, единственное, что разумеется одновременно здесь не могут находиться все детки, которые отдыхают на острове, да, есть ограничения, потому что опять же, такие, как и во всех отелях, курорты на Мальдивах очень трепетно относятся к соблюдению всех необходимых мер безопасности. Если мы говорим про какой-то активити, дайвинг, водные виды спорта, не моторизированные, бесплатные, моторизированные за дополнительную оплату, если у вас есть такой интерес в этой информации, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, запрашивайте у оператора Туэ, все эти ценовые предложения, конечно же, есть. Если у вас отдыхают гости, у которых, не знаю, день рождения, какой-то особый юбилей, дата памятная, да, либо просто хочется себя чем-то порадовать и разнообразить свой отдых, это пикники на песчаном берегу, да, то есть накрываются столики, или можно накрыть завтрак прямо в воде, это флоэтин, брекфасты, да, в тех отелях, где, в тех номерах, где у гостей будут бассейны, да, что на пляже, что на воде, к тому же стоит заметить, что в этом отеле флоэтинг брекфаст стоит довольно немного, да, то есть это порядка там 30-50 долларов, ну и разумеется, в тот момент, когда это будет доступно для гостей, еще будет дополнительная опция посещения местных островов, поэтому главный ресторан у нас полностью весь в песочке, да, то есть одно из преимуществ этого отеля, в частности, это то, что это Баатол, здесь хороший мелкий песчаный пляж, и он абсолютно везде, на всех локациях, поэтому сюда вы можете взять красивое вечернее платье, но к нему абсолютно не потребуется никаких аксессуаров, да, то есть никакой обуви дополнительно сюда везти не нужно, потому что даже какие-то шлепки, тапочки здесь практически не обуваются, потому что гости везде, в частности, как и сам персонал, ходят босиком, потому что на всех локациях здесь хороший мелкий симпатичный песок. Так, если есть вопросы, спрашивайте, я пока перехожу к нашей финальной части, хочу напомнить про несколько спецпредложений, которые актуальны, вот буквально еще совсем чуть-чуть, до конца июля в Сан-Си-Ям и Ру-Фуши есть специальное предложение, это 25% на все категории вилл, если гости размещаются на завтраках, и апгрейд по питанию, мы бронируем завтраки, получаем полупансион, с полупансиона до полного пансиона, и, разумеется, с полного пансиона до все включено, при этом размещаться гости могут до 22 октября. Куда Вилингили, новый курорт, я о нем сегодня упоминала, он был открыт всего лишь в начале прошлого месяца, и гости, которые сейчас заезжают, они получают колоссальный апдейт с завтраков до полного пансиона, то есть мы перепрыгиваем через один, плюс это обязательно повышение категории номера при наличии, и один бесплатный визит в СПА для двоих взрослых на 30 минут. При этом минимальное проживание должно быть от 7 ночей и выше, но для наших с вами гостей это не вопрос, потому что, как правило, на несколько ночей у нас на Мальдивы гости не летают. Предложение актуально до конца августа, то есть у нас еще есть буквально так полтора месяца, с проживанием, размещением до 30 сентября, поэтому если у вас есть гости, которые любят новенькие отели, да, мы знаем, у нас бывают очень часто такие гости, самое время предложить такой вариант. Это Лили Бич, я уже о нем сегодня упоминала, и здесь был шикарный офер, который был актуален буквально до конца июля, но вот буквально на днях он был продлен, и сейчас этот офер у нас актуален до 30 сентября. Это 40% на все категории вилл при проживании до 31 октября, поэтому самое время воспользоваться этим шикарным предложением, да, и отдохнуть в отеле с одним из лучшим платином план. Touch Exotic Resort & Spa, у нас актуально предложение до конца текущего месяца, да, то есть еще буквально несколько недель, это скидки до 50% на свадебную церемонию, да, если на нас едут молодожены, и это бесплатное повышение категории номера с Лагун Виллы до Делакс Бич Виллы, и при этом размещение до конца лета, до 31 августа. Hard Rock Moldis, я уже говорила, что они подготовили обалденную, интересную полетнюю программу для детей, для всей семьи, она актуальна с начала этого месяца, с 1 июля до конца сентября, это целый детский лайгер, по системе «Все включено», который проходит, осуществляется в Rocksy Club на территории Hard Rock'а, это только для гостей, которые отдыхают в отеле Hard Rock, да, то есть если гости отдыхают в Сай, Лагун, то детки будут пользоваться своим детским клубом, здесь, помимо того, что гостей, деток кормят, это еще различные занятия по искусству, рукоделию, спортивные мастер-классы, много-многое другое, за полным описанием вы также можете обратиться в Ту и получить полностью весь скрипт. Сисайд Фенолу, отель, который в этом году не оставил нас равнодушными, да, потому что он такой яркий, летний, сочный, красочный, абсолютно полностью реновированный, это отель с потрясающим 35-процентным летним промо, со стопроцентной бесплатной отменой всех новых бронирований до конца этого месяца, то есть если, к примеру, мы забронировали, оплачиваем, не можем поехать, что-то случается, заболеваем или еще что, стопроцентная гарантия отмены бронирования, это очень актуальный момент на текущий, на сегодняшний день, да. И, разумеется, наши соцсети. Хочу обратить ваше внимание, что помимо тех шпаргалок, которые мы вам сегодня дали, это еще и те моменты, которые вам помогают ежедневно. Это группа в Фейсбуке Resort Life Travel Family, группа только для агентов, для туристических операторов, для наших партнеров, потому что здесь мы публикуем актуальные спецпредложения, то есть это те спецпредложения, которые вы уже видите в подборе у оператора Туи, но иногда вы не можете увидеть, к примеру, до, когда актуальный оффер, насколько большая скидка, и для того, чтобы это было более наглядно, мы публикуем такую информацию здесь, поэтому дерзайте, пользуйтесь, отслеживайте нюансы, моменты, также какие-то вебинары, которые мы проводим на различных площадках, и записи этих вебинаров мы регулярно здесь анонсируем, потому что мы также понимаем, что не всегда есть возможность посмотреть все онлайн, возможно, кому-то это удобно делать в другое время, в более комфортное, не знаю, поэтому тоже можете отслеживать, сохранять себе здесь эти детали. И, конечно же, Инстаграм, это аккаунт, который у нас популяризирует направление Мальдивы и показывает онлайн-инспекции. С октября-ноября месяца прошлого года мы провели огромное количество инспекций, и для наших партнеров, и индивидуальных, для того, чтобы вам показать, рассказать о том, о чем Мальдивы живут сегодня, какие изменения произошли в отелях, где какое питание, где нужно одеть маску, где есть какие-то ограничения, где все совсем очень лояльно. Мы все публикуем здесь с дополнительными комментариями, с озвучкой, поэтому не стесняйтесь, вы можете этим пользоваться. Эта информация особо для вас, она вся сохранена в активных хайлайтах. Ну и, разумеется, какие-то мероприятия, которые проводимы нашей компанией, вы тоже можете видеть и поддерживать здесь. Новости компании, Мальдив и курортов в частности, где-то какие-то реновации, переименования категории номеров, вебинары в записи, загруженная онлайн-инспекция в нашем инстаграм-аккаунте, все это вы можете найти в резорт Live Travel в Телеграме. Поэтому пользуйтесь. Информация здесь емкая, ее немного, да, то есть она не ежедневно будет высвечиваться вам в сообщениях, но, тем не менее, это ваши подручные шпаргалки. Поэтому на текущий момент у меня все. Если у вас есть ко мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вопросов ко мне нет, то вы всегда знаете, как нас найти, кому написать, наши соцсети для вас открыты. Обращайтесь, пожалуйста, по всем актуальным вопросам в оператор Туи, и будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах, в частности, 14 июля, то есть уже послезавтра. Наши партнеры компания Даймонд, Сатуруга, Даймонд, Дуфуши, Кристина Куценко расскажет все о отелях на All-Inclusive в Ари Атоле. Будем вам рады и всем хорошего дня!